всем привет дорогие друзья на обзоре бразер dcp l 2500 собственно первая неисправность это треск вторая неисправность очень туго открывается передняя крышка и не вытаскивается не буду ломать не вытаскивается драм и тонер-картридж в совокупности треск крышка и невозможность извлечения драма говорит о том что скорее всего неисправна приводная шестерня тонер-картриджа в общем попробую разобрать попробую поделиться в этом видео своими мыслями что касается редуктора и прочего начнем разбирать тут немного будем снимать эту боковую крышку один винт спереди один винт сзади дальше как обычно крышка по периметру на защелках комментируют тут особо нечего единственное первым делом снимаем две муфты на защелках раз два два муфта на подачу по моему муфту на регистрацию на протяжке пусть они лежат в таком виде и и и и и и и и и обычно когда разбираю такие редукторы я ставлю немного аппарат под наклоном потому что если снимать редуктор в таком виде обычно вылетает все шестеренки да очень важный момент вот здесь маленькая пружинка немного ставлю аппарат на папа и уже в таком виде аккуратненько снимаю редуктор здесь ничего не вылетело здесь все на месте сами шестерни в редукторе на месте когда стоит он горизонтально обычно снимаешь все высыпается и потом капец сидишь собираешь этот пазл собственно меня интересует приводная шестерня вот она приводная шестерня на тонер картридж это ответная часть уже понятно что шестерня разбита показываю поближе здесь идет кругом 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 а здесь вот кусок как будто откусанный отломанный кстати сейчас я извлек шестерню а вот сейчас можно достать и картридж остается как видите без особых усилий в общем вот эта приводная шестерня работает в паре с тонер картриджем вот это дело клинится соответственно разбивается шестерня которая опять таки работает здесь же на открытие закрытие крышки вот поэтому не работает крышка шестерня не освобождает тонер картридж при открытии крышки поэтому тонер картридж мы вытащить не можем в общем повозился с этим картриджем попробовал ставить без флага попробовал ставить без шнека шнек немного подклинивает внутри то есть вот в таком состоянии ставить и все равно небольшой треск и прыгает пробовал менять посадочные места не втулки вот эти вот боковинки на самом валу но ничего не помогает видимо все таки кривая сборка потому что что тут еще сделать я ума не приложу картридж нужно просто менять начал копать мануал парт каталог по шестерням думаю много же тут деталей наверняка что-то должно быть а нет по парт каталогу по мануалу портуется буквально часть портуется буквально печь сборе приводная шестерня печки ну из редуктора по моему все да может быть движок идет спасибо алишечке сразу заказал две штуки ценник 750 рублей за шестерню кому интересно ссылочку я оставлю вот исправная целая шестерня что тут еще интересного ну за что я люблю эти бразеры сами по себе они ломаются крайне редко возможно производители это дело все знают и поэтому не портуют особенно свою технику устанавливаю редуктор собираем а Сразу пока полностью не собрали. Можно посмотреть, как оно работает. Открываем переднюю крышку. Шестерня освобождает драм-картридж вместе с тонером. Ну и все легко открывается. Уходит и выходит. Продолжу сборку. Продолжу сборку. Продолжу сборку. Осталось подсоединить две муфты. Ставятся они в одном положении. Полуосью посадочное место. И вилку. И вилку. Как бы стопорное кольцо. Чтобы не гуляло. В таком духе. Аналогично вторую муфту. До щелчка. Вилка. Стопор. В домике. Так. Остались шлейфы. Обычно все это дело проверяется без полной сборки. Но я все-таки думаю, что я сделал все правильно. Поэтому накидываю в боковую крышку. Закручиваю два винта. И проверяю аппарат. Родной картридж у меня заклинило. Из него все травмы. Я его меняю. Все замечательно. Но тут еще, как обычно, бороться с картриджами. Это уже второй вопрос. Самое главное. Механика работает. Крышка открывается. Шестерню неисправную я заменил. Благодарю за внимание. У меня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok